Деяние апостолов Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. И дал ему завет обрезанья. По всем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова. Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое семьдесят пять душ. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам, ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился виденью, и когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стинание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, и я пошлю тебя в Египет». Того Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею, его Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, «И я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел, говоривший Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, приими Дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не умени им греха сего!» И, сказав это, почил. Субтитры создавал DimaTorzok